про путина и азербайджан спрошу визит значит двухдневный 18-19 августа и параллельно с этим все что происходит в курской области как бы с одной стороны подчеркивает своим визитом незначимость того что происходит мол ну для него это ну что там кемска волос кем значит мы помним вспомните когда у нас было господи когда проблема была территория когда первый раз еще попытки были аннексии остров змеиный да не сейчас я когда кучма разворачивал самолет он летел куда-то в латинскую америку уважаемые зрители в комментариях напомните вылетела из головы сейчас я хотел быстро привести пример и так далее они данилович кучма президент украины тот момент развернул самолет и полетел решать вопрос даже не долетая там до точки куда он там собирался тут же путин показывает абсолютно типа пренебрежение а в российских эфирах говорят что надо значит готовить тузла да тузла простите змеи змеи на это из новой новейшей истории тузла спасибо больше значит от в российских эфирах надо готовиться к худшему и вообще с чем-то стоит пожертвовать михаил а чем они собираются жертвовать суджей что кстати суд же тузла что-то перекликает столь да 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 суд же любовь моя остров зари багряной помните была куба любовь моя остров зари багряной так в общем вообще сейчас вся вот эта ситуация все как ведется и россия как ведется высшее политическое военное руководство выглядит прямо какая-то кафка да в чистом виде то что они делают вот к ним пришла украинская армия и захватила территорию российской федерации и расширяет эту территорию ведет бои и они отступают отступают за реку там саем 7 и взрывают за собой мосты то есть мы там три моста разбомбили так они тоже какие-то мосты разрушили для отступления чтобы перейти на более выгодные оборонительные позиции то что они делали когда-то в херсоне ну как когда говорю мы на более выгодные позиции просто отходим но типа тогда это была хотя бы не их территория а наша тут они как бы на своей территории находят более выгодные позиции чем вот это там уже вокруг этой реки саем такая сейчас сложился такой треугольничек где может быть если все получится у наших то это еще 700 квадратных километров которые тоже будут ну да потому что такой треугольник где саем граница и наша линия фронта и вот это еще 700 квадратных километров дополнительно может упасть нам в руки как бы если все это получится действительно если они не смогут логистику организовать через реку там на лодках и посмотрите что вот давайте возьмем россию и что в ней происходит на двух уровнях на военном и на политическом сначала на военном например войска туда решили не перебрасывать как мы знаем то есть буквально несколько тысяч перебросили хотя западные западные аналитики пишут что нужны десятки тысяч солдат которых надо перебрасывать с фронта соответственно туда чтобы отразить атаковой силу они не перебрасывают туда эти десятки тысяч солдат то есть они решили да действительно не бороться с украинской в каком смысле война идет бои идут но они не пытаются освободить свою территорию не пытаются и ничего для этого не делали они доложили на четвертый день что танки уже дошли до курской области это какие-то танки то есть там получается вообще не было танков курской области дальше с военной снова точки зрения вот где герасимов шойгу где шойгу где герасимов герасимов в начале войны показался однажды да сказал что все атака отбита все нормально и большего нет где белоусов вы знаете что белоусов министр обороны российской федерации за время вот этого всего что происходит высказался дважды и оба раза не про курской области вообще первый раз он поехал на форум под москвой там форум армия 2024 какая-то выставка у них и там он говорил в целом современных стратегиях войны а второй раз он созвал таки совещание с какими-то генералами они с тетрадочками записывали его великие слова но он говорил о том как организовать оборону белгородской области белгородской а прокурс Based это было совещание по обороне белгородской области то есть ни слова единственный человек сегодня один военный спикер один реально один вот этот абти аллаудинов да он получается как бы сейчас стал почему-то но чтобы кто-то сказал делать ароматные в summary что получается главный спикер вооруженных сил россии по поводу к ну так факт правильно по факту да он не просто спикер не просто отчитывается сколько там у них уничтожено, что там как, что где. Он еще и главный мотиватор. Он сегодня выступал с мотивационной речью в адрес родителей призывников. А что вы прячете детей? Что значит дети? Это не дети, это мужчины должны воевать. И если они погибнут, они попадут в рай. Погибнут не все, а те, кто погибнут, попадут в рай. Поэтому отправляйте срочно. Мы весь народ, мы, говорит, весь народ России должны встать сейчас на защиту в Курской области. И так далее, и так далее, и так далее. И вот это... А где Коношенков-то? А где вообще, да? Это, если брать военную составляющую. Но гораздо увлекательнее и интригующе выглядит политическая составляющая всей этой истории. Но должны же быть политические заявления. Это же политический акт вторжения чужой страны в ядерную державу, там, захват Курской области и так далее. Акт политический. За политические заявления в России отвечают президент, министр иностранных дел, пресс-секретарь президента вообще отвечает. Совет Безопасности Российской Федерации. Вот все эти органы, по идее, должны были уже давно сделать политические заявления. А где они? А их нет. Путин сказал, мы не можем вести переговоры с людьми, которые там чего-то, что-то там вторглись, что-то там где... Нет, не вторглись. Которые наносят удары по гражданскому и так далее, объектам. То есть он не сказал слово вторжение. Нет. Ситуация, говорит, сложилась ситуация в Курской области. То есть Путин не взял на себя роль спикера по поводу этой войны в Курской области. Песков. Вы заметили, где он? Его нет. Нет. 13 дней, 13 дней прошло с момента захода украинских войск в Курскую область. Пресс-секретарь президента России не сказал ни одного слова. Вы можете такое представить, да? Пресс-секретарь Белого дома исчез во время вторжения на территорию. На территорию Техаса зашли мексиканские войска, а пресс-секретарь Белого дома уехал в отпуск, и две недели его нет. А президент, значит, Байден уехал с государственным важнейшим визитом в Гватемалу договариваться о торговле гранатовым соком. Ну, так ведь получается. Понимаете? Если бы он поехал хотя бы к своим союзникам Путину, ну, там, к Лукашенко, который военный союзник, мы могли бы сказать, окей, он поехал договариваться об участии Беларуси в войне. Но он поехал к своим противникам военным. Азербайджан не военный союзник России, а военный противник Российской Федерации. Наоборот, российские войска до последнего оккупировали часть Карабаха и были изгнаны вот только что, несколько месяцев назад под давлением Эрдогана. Это военные противники, прямые. Он поехал туда. Понимаете, что он поехал там по баблу какие-то истории разруливать про газ, нефть и что-то там зарабатывать. Уж точно не про военное сотрудничество с Азербайджаном. Об этом речи не идет. Там у них Армения в ОДКБ, а не Азербайджан. Вот. И, значит, Путин самоустранился. Ой, Шойгу этот самый, Песков самоустранился. Лавров сегодня вдруг где-то, я не знаю, где он выступал, я видел только одну маленькую цитатку, что он сказал, что он от имени Путина говорит, что нельзя вести переговоры. Но это как бы от имени Путина, что не он так говорит, не МИД, мол, это заявляет. Нет, Путин. Он процитировал того же Путина с первого дня торжения. Ну, хорошо. То есть МИД тоже молчит. Вот где заявления МИДа по этому поводу? Их нет. Просто нет вообще. Ну, и главный вопрос. А где заявление? Вот до этого же все говорили, что Россия применит ядерное оружие, если ее территория, ну, если будет угроза суверенитету там Российской Федерации. Вот вам угроза суверенитету. У них 8 сентября выборы в Курской области. Конкретно, например, мэра суд же будут выбирать, чтобы вы понимали, 8 сентября. Причем с 6 по 8 голосование, да, сентября. И Государственная Дума Российской Федерации два дня назад решила досрочно провести даже выборы. То есть можно сейчас начинать, сказали. Сейчас можно начинать уже голосование. В суд же, в суджинском районе, потому что районный совет избирается тоже. Ну, и другие там районные города, которые захватила Украина. Это угроза суверенитету Российской Федерации? Или что? Тоже нет. То есть до этого все вот эти Медведевы, Володины, все кричали, что нанесут по нам ядерный удар. А теперь никто этого не говорит больше. А где Володин, который до этого нам грозился ядерным ударом? А Медведев, заметьте, в первый день что-то сказал? В первый день. Тишина. Нету больше. И кого они выпустили в качестве спикера? Вот если по военному делу у них главный спикер вдруг Алаудинов, то по политике у них главный спикер вдруг Лукашенко. Вдруг Лукашенко назначен прям пресс-секретарем Путина. И он говорит, нет, нельзя применять ядерное оружие, потому что иначе украинцы слишком обрадуются, если применят ядерное оружие. Против нас, если применят ядерное оружие, то украинцы будут рады, сказал вчера Лукашенко. Надо вместо этого садиться за стол переговоров, говорит, заканчивать войну, потому что нечего там воевать. Эту драчку он сказал. Эту драчку. Драчку, да. Ну, он говорит, направил я треть своей армии, значит, куда он там направил, треть армии на границу. На границу. Ты сидишь, все это слушаешь, думаешь, что это, кто вообще, про что он говорит? И ты понимаешь, что ему поручил Путин высказаться вместо себя. А что сегодня народ Российской Федерации спрашивает молча так у Путина, а кто-то и не молча, подождите, а где наша армия? А где наше ядерное оружие? Где что? А Путин же молчит. И Лукашенко говорит, нет, нельзя применять ядерное оружие, вот нельзя, потому что невыгодно, иначе потеряем каких-то там союзников. Каких союзников потеряем? Армению? Не знаю каких. Каких союзников потеряем? Вот такая абсурдная абсолютно, просто абсурдистская полностью ситуация. А почему она такая сложилась? Потому что, я думаю, пункт первый. Ну, решение в такой ситуации обязан принимать Путин, никто другой. Что вообще делать? Типа, перебрасывать войска из-под Покровска, да, туда, или из-под Харькова уходить, или из-под Запорожья. Дальше. Угрожать ли ядерным оружием? Применять ли его? Ну, в какой ситуации? Где применять? Каким образом? Это все должен решать конкретно Путин. Больше никто. Больше никто. Политически. Кому-то объявлять войну? Кому? Америке? Германии? Он же говорил, что если тут, не дай бог, применят, американцы, скажут против территории, да тут мы на американских танках ездим, и на немецких во все. Вашингтон-Пост. Вы знаете, что сегодня корреспонденты Вашингтон-Пост были в суд же? Да. То есть, СНН-овцы не решились заехать, они остановились на границе и снимали, как туда заезжают американские бронетранспортеры. А, Вышингтон-Пост приехал и все заснял. И очевидно, что Путин, значит, никаких решений не принял, ни до кого их не довел, этих решений. И у меня уже, знаете, ну, у меня прямо, как говорится, мозг плавится от версий, да, что может происходить. Ну, от версий, начиная от того, что, может, профессор Соловей-то прав, что, может, нет никакого Путина, ну, потому что кто-то же должен принять решение, а остальные, ну, что нам делать? На нас напала чужая страна, а у нас президента не существует, он в холодильнике лежит. А никто другой не может принять решение? Ну, хорошо, предположим, мы отбросим этот холодильник и отбросим Соловья. То есть просто решил не принимать решение. Вдруг самор рассосется, уехал. А остальные такие сидят, не, ну, раз он уехал, а я, что, дурак, подставляться. И тоже все разбежались, и Лукашенко попросили. И один в один, прямо один в один, ситуация повторяет историю с восстанием Пригожина. Когда Пригожинские войска, год и два месяца уже назад восстали и пошли на Москву, то кто их остановил-то? Значит, армия разбежалась, ФСБ разбежалась, Росгвардия разбежалась, Путин сбежал, Медведев сбежал с Мишустиным, кто там еще был, Патрушев сбежал, Володин сбежал. Тогда, кстати, Песков оставался в Москве один человек, один, он давал репортажи из Москвы один, в одно лицо. А все разбежались. И спас всех Лукашенко. Позвонил Пригожину и как-то договорился, разрулил. И вот они снова послали спасителя своего, Лукашенко, разруливать. Вот с такой вот войной мы имеем дело, как говорится, что, ну вот, Россия решила воевать так. Сообщение, Михаил, вам, от зрительницы, пишет, я уже и мужа, араба, подписала. Правда, он ни слова не понимает. А у меня есть для вас спасение. У меня, я вот сегодня третий раз уже, у меня раз в неделю теперь есть интервью на английском языке, которое я даю, и я их даю там одному каналу, но не буду сейчас это рекламировать, неважно, но я договорился с тем каналом, что я имею право эти видео забирать себе, и я собираюсь сделать, буквально в течение недели сделаю англоязычный канал, что я сегодня придумал, окончательно утвердил сам с собой название, потому что мне зрители помогали, я объявил конкурс, будет называться Шейтельман Фрам Юкрейн, чтобы было понятно сразу как бы откуда вещаем, ну потому что кому-нибудь, зачем в Америке или там вот арабам аналитика от меня, потому что я в Киеве, нахожусь в Украине, это важно, вот, поэтому будет для начала еженедельное интервью о нашей войне на английском языке, вот ваш муж араб, я уверен, что по-английски это он понимает, и соответственно сможете его подписать туда, это будет ценно. Отлично, так что и там скоро будет полмиллиона? Не-не-не, там другая цель, Василий, там вообще нет такой цели, мне кажется, это вот цель донести нашу правду, как говорится, до англоязычных людей, я почему вообще эта мысль пришла мне в голову, а мне очень многие обратить, вот ни у одной зрительницы муж-то по-русски не понимает, вот у меня из 500 тысяч подписчиков, но я получил сотни, сотни писем на тему там мой муж не понимает, моя жена не понимает, или дети не понимают русского языка, да, это прям распространено так достаточно, поэтому вот просят, просят нам английском давать инфу. Идем дальше, следующая информация тоже про Курскую область, хочу чуть-чуть добавить, президент Украины Зеленский назвал ключевой целью наступательной операции ВСУ в Курской области создание буферной зоны, основная задача наших оборонительных действий уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны и проводить максимум контрударной работы, в частности, это и создание буферной зоны на территории агрессора наша операция в Курской области, заявил президент во вчерашнем обращении, а сегодня сказал, что главком доложил и о новых деталях операции в Курской области достигаем поставленных целей, на утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства, то есть вот такая буферная зона и по сути пополнение обменного фонда, что для нас безусловно очень важно. Как думаете, вот те неподтвержденные пока информации о том, что ведутся переговоры, насколько я знаю, переговоры всегда ведутся на ту или иную тему, обмен пленными или другим, то есть диалог он всегда, тем более, что обсуждать есть что, и вот в частности вопрос возвращения людей, он всегда актуален для любой страны, но вот сейчас Путин, который делает вид, что ничего, все нормально, да нет там условно, их там нет, нас там нет, да никого там нет, собственно, ходите по той Курской области, что хотите, только я вот в Баку, в общем, значит, как думаете, пойдет ли он на встречу вот здесь по обмену, все-таки не Красиковых брали в Курской области, а срочников, которых, ну, которых до Путина не жалко, да кого ему жалко, ну, кроме Красикова? Нет, как раз я думаю, что пойдет, речь пойдет, и скорее всего все получится, потому что ему важны эти самые срочники, тут вопрос именно в срочниках, у срочниках есть папа и мамы, и братья и сестры, и это гораздо важнее, чем любые контрактники, у контрактников никого нет, контрактник это, как правило, человек без прошлого и без имени, и человек, который за бутылку водки, грубо говоря, продал свою жизнь и пошел воевать, и поэтому его никому не жалко особо, и наоборот, он как бы расходный материал для всех, у него нет семьи, которая будет бороться за то, чтобы его куда-то там вернули, так сказать, деклассированный элемент в основном, как мы видим, допросы контрактников, а посмотрите, сравните с допросами срочников, там вполне себе бывают интеллигентные ребята, и у них есть родители, у родителей бывает есть деньги, и вообще эти родители где-то живут в каких-то больших городах вполне себе, а не только в диких деревнях Бурятии, и вот эта сила Путину вообще никак не нужна, чтобы какие-то родители контрактников устраивали какие-то протесты там или что-то такое, нет, 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 он их захочет вернуть очень сильно, я думаю, сейчас переговоры идут о том, сколько нам за каждого срочника положено, то есть сколько и кого, что может быть и не один к одному именно за срочник, вот такая история, поэтому это очень хороший обмен будет, возможно, и это как раз, я думаю, то, к чему вполне можно прийти, не вижу препятствий, видел кадры, ну похоже, что не фейк, вроде как прям подтвержденный, что в Курской области танк с белорусским флагом, но флагом независимой Беларуси, свободной Беларуси, БЧБ флагом, вот, потому что есть эти белорусские подразделения какие-то в составе ВСУ, где воюют белорусы, и у них есть танки свои, и вот там один из танков с белорусским флагом, то есть получается, что как бы свободная Беларусь зашла на территорию России, вот интересно. Да, это тоже интересно, да, не, ну у нас же есть полк Калиновского, да, но там есть как-то, я не вспомню сейчас название, как называется это подразделение, ТОР, по-моему, или что-то такое, типа, тоже какие-то белорусы, вот, со своим флагом, так сказать, ТУР, да, танковое подразделение ТУР, состоящее из белорусов, и входящее в ВСУ. Так, еще про Путина, он подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, которые хотят переехать в Россию ради традиционных ценностей. Как сказано в указе, документ касается иностранцев и лиц без гражданства, которые хотели бы переехать в Россию из-за неприятия политики их родной страны, навязывающей деструктивные, неолиберальные, идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям. И вот как будто бы вот этот скрепный, я не знаю, съезд собирает Путин, вот, не знаю, березовую кору целовать, значит, с иконами танцевать, если это не противоречит традиционным ценностям. Ну, это, во-первых, это тоже все происходит на фоне Курской области, там где, да вот вам по 100 баксов, делайте, что хотите. Но, господа панове иностранцы, те, кто предпочитает квас Кока-Коли, давайте к нам. Ну, у них там действительно сейчас, как бы с каждой политикой идет отдельно одна от другой. Я имею в виду, что есть отдел внутренней политики, есть отдел внешней политики. За вторжение Украины в Курскую волость отвечает, естественно, внешняя политика. А за, там, скажем, вот это, как это называется, интеграцию иностранных граждан в Россию отвечает внутренняя политика. Ну, и они же показывают, у них несколько было сейчас фотографий, они распространяли, что вот семья там из штата Алабама переехала в полном составе, в десятером в Российскую Федерацию, потому что узнала, что в России свободная страна. Такие же были, как их называют, как бы это сказать-то, фрики, что ли. Такие фрики были же, помните, которые к Сталину ехали? Тоже, типа, ну, Сталин же вождь всех свободных людей в мире, и они во все это верили. Ну, наивные люди там, да, типа, социализм, это хорошо. Такие люди были, они потом все оказались в сталинских лагерях, а прямо в 20-е, 30-е годы такие люди были, которые из Америки, из Европы уезжали именно с семьей, вот все, про это множество художественной литературы есть на эту тему, документальной, наверное, тоже, но я документальную не читал. И сейчас это все, конечно же, отдельные люди, такие существуют. Это правда, они прямо есть. Ну, всяко человек послушал Такера Карлсона и узнал, что, оказывается, Москва лучший город мира, и поехал, послушав Такера Карлсона. Но потом его обменять надо на Такера Карлсона, таких людей. Но когда их там посадят в России... А был же недавно, Михаил, вот же недавно был случай, когда американский какой-то турист в гостинице там что-то обматерил администратора, а потом пришел полицейский. Он полицейскому Тумаков надавал. Его сначала на две недели, а потом на два месяца закрыли. Значит, в СИЗО, ну, вот пополняет Москва-Россия новый обменный пункт. Это, к сожалению, да. Это, к сожалению, происходит вообще в полный рост, потому что вот, кроме этого случая, который вы указали, там еще одну девушку задержали и уже присудили, по-моему, ей сколько там лет тюрьмы за донат в 40 долларов, 50 долларов, что-то такое. Ну, она в рублях его, по-моему, она гражданка США, гражданка США, и она задонатила, находясь не в России. А потом ехала в Россию на двойное гражданство, у нее российское, американское. И вот у нее нашли в телефоне, что она задонатила эти 40 долларов там на ВСУ, ей дали несколько лет тюрьмы. Вот вам еще одно пополнение фонда. И мне кажется, что есть только одно спасение. Ну, это как бы, вот это прям глупость. Это чиновничья глупость сейчас в Европе и в Америке происходит. Ну, они просто как будто отказываются верить в эту примитивную логику Путина, любых иностранцев, чтобы потом обменивать на своих убийц. Просто любых. Как он же взял первых попавшихся. Ну, те, кого обменивали, те же были первые попавшиеся люди. Гершкович, что он, он что, действительно шпион? Нет, первый попавшийся человек, просто. Американец, мы его поймаем. И вот этого американца, и вот этого. И кого они там поймали-то, кстати. Вот, я вспомню, эту журналистку, которая журналистка радио «Свобода» из Праги, поехала в гости в Казань. Ну, естественно, ее там арестовали. Просто за то, что она журналистка радио «Свобода». Да еще имеет российское гражданство и американское. И вот ее сейчас выменивали. И ведь так будет бесконечно. Есть только один способ от этого защититься. Только один. Который применяет Израиль в полный рост. Потому что в Израиле есть список вражеских стран, с которыми Израиль находится в состоянии войны. Это Иран, например, Йемен, Пакистан, Ливан, Сирия. Если гражданин Израиля едет в любую из таких стран, ну, например, у него там бабушка в Ливане. Может же быть такое? Может быть, что гражданин Израиля и бабушка в Ливане. И он поехал к бабушке отвезти ей варенье, например. И успешно вернулся. Его не арестовали ливанские власти. Но в Израиле об этом узнали. То его посадят в тюрьму в Израиле за это. За сам факт визита в Ливан человека посадят в тюрьму. Если он с двойным гражданством, например, человек, ну, вот я, например, если бы я получил, там, не знаю, какой-то второй гражданом, нет, но вот себя получил и поехал бы в Иран в гости к дедушке к своему. Не по израильскому паспорту, а по другому. И тоже благополучно бы вернулся. Меня бы посадили бы в тюрьму в Израиле за этот факт. Почему? Потому что как только я еду в Иран по другому паспорту, не по израильскому, я подвергаю опасности всех жителей Израиля. Потому что, ага, сейчас меня арестуют в Иране. Дальше что произойдет? Меня арестуют, Иран скажет, хотим обменять. На кого? На убийцы с Хамаса. Вот там 10 убийц с Хамаса отдавайте за Штельмана. И Израиль обменяет, потому что он обменивает своих. И эти 10 убийц с Хамаса кого-то убьют потом в Израиле. И получается, что это из-за меня, из-за того, что это моя глупость, что я поперся в этот Иран. Вот сейчас, вообще-то хорошо бы цивилизованным странам тоже, может, Дания подаст пример, и ввести закон, что вам запрещено ездить в Российскую Федерацию. Ну и в Беларуси, естественно, до кучи. Запрет, что это уголовное преступление поехать в Россию. Для иностранца должно быть. Ну, для жителей цивилизованной страны. И это, иначе вы подвергаете риску, вот человек, который поехал сегодня туристом в Россию, подвергает риску обычных жителей Германии, которых завтра Красиковы будут убивать. Вот. Поэтому это какая-то такая детская наивность ездить сейчас в Россию. Ну как? Ну война закончится, тогда и будете ездить после разгрома российской армии, гибели Путина и так далее. А до этого, ну как вы можете ехать? Вы же англичане с туристами не ездили в фашистскую Германию в 44-м посмотреть, на как там мюнхенских оладушек покушать? Не ездили вообще? Я не помню таких случаев. Интересный случай произошел недавно в эфире у Соловьева. Казалось бы, ну, не хотелось бы в праздничном эфире тем более говорить, называть эти фамилии, но тем не менее у Соловьева Шахназаров начал говорить интересные вещи. Цитата. Мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Мы, то есть Россия, говорит Шахназаров, можем, восклицательный знак, если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, не паникерство, это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине. Конец цитаты. И, значит, Рудольфович стоит, кивает, он, правда, потом сказал, что если нам конец, то и всему миру конец, ну, ладно, это в его стиле и духе. Но вот в целом вот такой спит Шахназарова о том, что где победные реляции, а где вот мы весь мир в труху до основания, а затем, а тут получается все, мы уже можем проиграть, давайте рассматривать варианты. А нет указания, мне кажется, в этом проблема у них. У них сейчас, если вы посмотрите в целом пропаганду России за последние две недели. Ну, опять, я, конечно, все подряд не смотрел какие-то выжимки, выборки, там то и сё. Но если бы было, я бы не пропустил, наверное. Они же ничего не говорят про Курск область. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok